всем привет у нас сегодня спинозаврик тык 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 такой крокодилозавр уже до чего мы докатились ну погнали тут всякие проволоки берем тудым седым мотаем получаем основу туловища такое вот сравниваем сейчас внимание тынц пока по размеру по размеру совпадение потом я мастрячу ноги задние сначала и их потом скручиваю в общем по стандарту я уже спинозавр отдел кто видел вот видосик сверху можете посмотреть там другой вариант правда он не доделан еще я хочу залить его водой сделать воду точнее в конце лета когда станет попрохладнее я наконец доделаю надеюсь ну а этого спинозавра я делаю на заказ нужен был спинозавр по последней конструкции также в определенной позе и также определенной цветовой гамме близкой как раз у крокодила вот такое тезе поступило ну что ж давайте попробуем сделать постараюсь как говорится не ударить в грязь лицом face of table погнали лепить и пока в процессе и поговорим что нового мире динозавров много разных конечно новостей обо всем не будем есть хорошие каналы то об этом на этом специализируется оставим это для них а меня зацепили такие моменты первое неужели неужели случилось то о чем давно ходили споры опубликовали новый вид тиранозавра тиранозавр макроэнцис и похоже это уже окончательно доказано возможно кто-то уже слышал эту новость эта статья двадцать четвертого года у нас назван этот вид по горным породам макроэ или макроэ споры давно были были другие виды можно их те или иным образом экземпляр отнести не только к виду тиранозавра новому но и даже к другому роду прижина тиранозавр император который жил чуть ли не раньше и кстати макроэнцис новый тиранозавр наш бродил по земле раньше рекса даже в компании и это на несколько миллионов лет разница с ним там сами и отличия собраны по крупицам конечно тут на фото видим белым цветом отличие костей на основании которых сделан доклад но все серьезно серьезно следим наблюдаем что будет дальше теперь когда в целом готова внешний основной слой посмотрим где нужно добавить или убрать начинаем с хвоста вот тут уже вижу проблемку в этом месте провал у нас образовался добавляем пластилинчик причем такой большой лист я приклеиваю хвост он был на самом деле довольно такой широкий в разрезе если форме овала и сам хвост даже уникален для терапод своей формой и это помимо того что он имел также своего рода гребень и на хвосте тоже возможно спинозавр был неустойчив в воде это гипотеза такая а мое мнение хвост такой широкий возможно нивелировал этот недостаток проще говоря мог им грести и оставаться на плаву например сейчас как мы видим я снова прилепил схему на своей модели длина соответствует а вот высота гремня нет добавляем глину где надо далее соединяю голову заготовкой и отсекаю лишнее по заветам скульптора микеланджело когда у него спросили как вы делаете скульптуры я беру камень и отсекаю лишнее тут этот принцип тоже работает только микеланджело черепаха а скульптор итальянский хотя черепаха прикольная мне жалкие букашки супер ниндзя черепашки смотри у меня возникло желание сделать голову отдельно динозавр довольно большой и это я думаю создает мне проблемы в лепке головы гораздо удобнее сделать голову отдельно и потом уже присоединить тельцу возвращаемся к новостям хочу всех из россии особенно поздравить найден новый вид из россии точнее найден он был чуть ранее а в двадцать четвертом году описан под именем я курсор дословно бегун с реки и это кемеровская область шестакова один из крупнейших месторождений или местонахождений динозавров в россии красивое такое место болеемся и надеемся что все будет развиваться на этом и других места рождения динозавров к слову находят там не только динозавров слои от палеолита до железного века насколько я знаю основные находки с этих слоев вот кстати конкретные запчасти уже на реконструкции скелет неполный совсем но неплохо неплохо вполне считаю ну и поскольку герой нашего видео спинозавр немного об обнове в его семействе что там произошло там тоже изменения в этом году опубликован новый род спинозаврит риоха винатрикс товарищ из испании охотница из лариохи перевод его имени эта провинция в испании собственно окаменелости найдены ранее и как бывает их не могли отнести к новому роду и отнесли к барионикс у но вот на сегодня новый динозаврик опубликован из недавнего могу еще накинуть новый род также известный по небольшим окаменелостям прото атлит название переводится как чемпион причем тут чемпион скажете вы группа которая работала над изучением динозавра приняла решение назвать спинозаврида в честь испанского клуба вильяреал сто лет и титул чемпиона лиги европы он одержал победу над манчестером юнайтед двадцать первом году и впервые в истории выиграл этот трофей как вы видите довольно такой здоровый терапот на фото насколько я понимаю мэр города президент клуба и геологи исследователи по моему очень мило ними не ну и теперь как вы видите мне необходимо соединить готовую уже голову и нижнюю челюсть телом она выходит дальше схемы голова на самом деле поэтому лишнее нужно убирать лишнюю часть каркаса вот сейчас практически ровно необходимо еще отрезать и углубили углубить голову немного в корпус вот примерно так я замотаю мне кажется шея длинновато давайте примерим да ну конечно нужно еще убирать здесь кусочек сантиметра два хорошо я ее уже прикрепил и осталось заклеить все это дело глиной также сразу установим нижнюю челюсть и все закрываем замазываем достаточно широкой такой шеей добавляем сверху глину и также с боков делаю пошире эта часть похоже у нас уже готова я возвращаюсь клапом еще одна из загадок как мы в курсе были ли у спинозавра перепонки между пальцев вопрос конечно самый сложный не уверен что в ближайшие еще долгое время это мы сможем узнать я их на лапах делаю у моего которого я давно делал прошлом видео я их тоже слепил да и знаете если видео кажется что их не было на самом деле вдруг когда-то об этом узнает то то их в нашей модельки их можно просто отрезать ножом и потом закрасить да еще раз уж мы говорим о новых спинозаврит предлагаю посмотреть в целом на дерево семейство спинозаврит актуальное на сегодня которая в свою очередь входит в надсемейство мегалозаврит она принадлежит карнозавром и так вот эта семья много уже отредактирована конечно видим самого самого собственно спинозавра сега выше есть также но он под вопросиком тут наш новый род про которого я говорил испанский футболист этот товарищ якобы базальный непонятно был тут он или место не находит себе места и бераспинус кстати это недавно также выделен в отдельный род ну и бареоникс внизу хамим куда без них это завсегдатые нашей компашки в этой клади часто изменения только успевай следить не то что каждый год но и даже может быть пару раз как я и говорил например сегель это наверное спиныч да кстати есть тут прикольный ихтеовинатор с гребнем еще более странным даже чем у спинозавра ну хорошо с этим пока разобрались сейчас сейчас детализация полным ходом идет самый долгий и нудный но не менее интересный этап лепки всякие складочки чешуечки приходится делать все это красиво чтобы было начинаю с нижней части и постепенно поднимаюсь вверх дальше я пройдусь пожалуй стеком сделаю такие полосочки также углубления и заодно тем самым размечу места для гребешков наших будущих вдоль тела потому что будут идти ряды гребней опять таки вроде как у крокодила таким образом я их в ряды по одному и устанавливаю также это долго их много но это еще не все их нужно еще и разгладить потом придать им соответствующую щуюся соответствующую форму вот так получается у нас практически готова они пока только налеплены большинство не разглаженным ну еще не хватает глаз у него на лице я просто хочу показать расположение вот тут например под ногой они немного у нас сужаются гребешки так дугой идут у нас как бы я думаю это будет логично вполне а вот на другой стороне повернемся тут лапа уходит назад я их уже по-другому сделал но это если кожа более менее подвижны будет актуально а еще я хочу напомнить про других парусных товарищей симпотных об этих монстры как знают многие диметродон наиболее известный также его брат по семейству тенос пондел секадонтозавр ну и другая клада эдафозавров мне не больше всего кстати нравится если этих товарищей знают многие и они похожи на ящериц с парусом то вот этих ребят возможно знают не все или подзабыли а ведь тенозаврисциды так зовут этих этих даже более похоже на спинозавров хоть и не является их родственниками прямыми посмотрите гребешки разные по форме есть у них симпотные вполне у этих почти похожи а у аризонозавра посмотрите какой забавный целом интересное создание и это больше родственники крокодилам на самом деле чем динозавром другая ветви эволюции так можно сказать а у меня все готово между прочим все кроме окраса фигурка загрунтована и ждет цвета я возьму красочки четыре цвета в основном не нужно вот такой оливковый цвет я беру сейчас не буду делать основу нашу динозавра он темноват правда наливаем сколько нужно теперь теперь остальные краски также наливаем и все это дело я разбавляю несколько капелек разбавлялки ну поехали сейчас как намалюю сделаю красоту надеюсь как я и говорил спинозавр нужен в цвете похожим на крокодиловский цвет такое было условие тоже попробуем попробуем его замаскировать под крокодила аккуратно хотя в таких работах обычно нахлёстов видно не должно быть и у меня есть еще один на самом деле герой нашей композиции его также крашу это ред тотус обитатели рек тех времен что и спин на наших времен кстати один из его родственников сохранился скорее всего в том же облике что и этот зовут его не от сара тот или не о кера тот парстере или рога зуб австралийская двоякодышащая рыба сохранилось буквально несколько таких двоякодышащих рыб с тех времен эти рыбки не только застали динозавров но и обитали на матушке земле задолго до них вот такие дела если подумать поразительно конечно виды рода неокера тот обитали в меловом периоде и вот сейчас в австралии живут себе поживают в речках где человек этому не поставит конец ну да ладно смотрите а спину 100 уже готов теперь можно его рассмотреть подставка с табличкой также на месте с другой стороны сейчас развернем гребешков видите чуть больше я сделал они заходят у нас на сам гребень растянул их сверху и раскидал немного снизу также на лапах есть они также чешуйки всякие давайте его снимем он также у нас снимается конечно я покажу рыбу вот она под лапой лежит добыча и никому ее не отдаст кто попробует получит по рогам или просто по наглой динозавре в ковский мроже причем с ноги дизайн подставки я сделал вот такой вот как будто берег вот мель какая-то немного водички в этом месте у нас рыба внизу у нас мягонько в смысле у подставки хотя у нас внизу тоже мягонько табличка на месте красивенько ну а карточка с данными как всегда тоже тут красивый номер ему кстати достался 66 зеркальный такой зачетный номер тирекс позавидует хотя у тирекса единица хорошо я за него рад тоже ну и пришло время сказать всем пока до встречи успехов в лепке пишите всегда отвечу на вопросы досвидалите а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok